МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Буталибова и коротко о главных событиях этого выпуска. Кто лучший пахарь? Войнакские профессионалы землепашцы состязались за почётное право быть первым. Дагестане начали дорожать несезонные овощи и фрукты. По данным Дагстата, в первую неделю октября наблюдаются сезонные изменения цен на отдельные виды плодавочной продукции. К примеру, картофель подорожал на 2,2%, помидоры на 1,3% и репчатый лук на 1%. А вот яблоки и капуста подешевели почти на 4%. Среди остальных продуктов питания значительно подорожал сахар, рыба и куриные яйца. Также стали дороже хлеб, подсолнечное масло и макаронные изделия. Вместе с тем на 2% подешевели куры и гречка. Дагестан – регион лидер по потерям зарплаты за время пандемии. Фонд оплаты труда в республике сократился на 22%. Такие данные приводит Росстат. Основное снижение пришлось на июнь. Всего работающие россияне на опеке пандемии недосчитались более 840 млрд рублей доходов. При подсчете не учитывались потери нетрудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на опеке пандемии утратили источники дохода. Эксперты предполагают, что потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенного населения. Республиканская клиническая больница номер 2, перепрофилированная под COVID-госпиталь, возвращается к обычному режиму работы. Сегодня там выписали последнего пациента, поступившего в учреждение с COVID-19. Им оказался 57-летний житель Махачкалы Лабазан Ахмедулаев. Мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония с поражением около 80% легких. Вирус, по его словам, он мог подхватить на похоронах матери, которая умерла от коронавируса. 15 дней Лабазан Ахмедулаев провел в реанимации. Все это время врачи неустанно боролись за его жизнь и буквально вернулись с того света. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо. Все медики, все медицинные благодаря ему всю жизнь. Что мне они жизнь дали. Медицина сделала все. То, что от них зависящие, они выходили от меня, как птица. Я теперь говорю, я фотографировал себя, показать землей. Увидеть меня, что я испытал. Вот эту вещь берегите себя, я говорю. По словам главного врача Ибрагима Магомедова, с марта этого года, когда больница была перепрофилирована под госпиталь, в медучреждении пролечилось порядка трех тысяч больных. Имея опыт и полное оснащение, и весь спектр необходимых медикаментов, нам удалось с хорошим результатом завершить. Коллектив успешно справился с задачами, которые были поставлены при полной поддержке медздрава. Дагестанский гуманитарный институт с нового учебного года начнет выплату стипендий студентам, добившимся высоких показателей в учебе. По словам ректора института, такое решение было принято для поддержания талантливой молодежи, повышения успеваемости, качества образования, а также развития потенциала студентов. Последние два года вузом учреждена именная стипендия шейха Ахмада Фанди Абдулаева. Кому-то холст – простор для творчества, а кому-то подойдет и поле. Буйнакский прошел республиканский конкурс «Лучший пахарь». Десятки механизаторов выясняли, кто лучший в своем деле. За соревнованиями наблюдала моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Я хочу расставаться с трактором, кормилиться, как говорят. Это Калсын Бейбулатов, самый старший из участников конкурса. В этом году ему исполняется 69 лет. За полвека работы на земле признается тракторист. Таких масштабных конкурсов в республике еще не было. Соревнования среди пахарей в Дагестане проходят впервые. Время здесь не главное, важнее мастерство. Лучших выбирают по девяти показателям. От глубины вспашки до качества борозды. Землю надо обрабатывать, любить надо землю. Она нас кормит. К земле у участников особое отношение. Особое оно и к своей технике. Так, например, Махмуд Хидиров оснастил салон камерой заднего вида и современным магнитолом, чтобы не было скучно. А это не мешает нам работать? Нет, это не мешает. Не мешает, мы можем не покупать. На турнир в Буйнакск приехали около полутора десятка участников. Вывод по итогам республиканского конкурса победителем признан механизатор сельскохозяйственного колледжа города Буйнакска Сайпулагаджибеков. Вторым стал Ислам Боритов из Хасайюртовского унитарного предприятия. Третье место занял представитель Бабаюртовского района Руслан Ибузов. Отметим, что конкурс пахарей, по словам министра сельского хозяйства, будет проводиться ежегодно. Аграрное ведомство планирует организацию состязаний и по другим рабочим профессиям. Нам очень важно популяризация этих рабочих профессий с тем, чтобы ребята, школьники, городские и сельские не выбирали профессии экономиста, юриста, шли в сельское хозяйство, потому что здесь можно заработать хорошие деньги и здесь можно показать себе, проявить себя. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакск. В Гиргебельском районе открылось медресе. Это знаменательное событие для местных жителей. Торжественные мероприятия посетили представители муфтията, органов исполнительной власти и общественности. Выступающие отметили, что работа религиозных учреждений способствует духовно-нравственному оздоровлению общества. В завершении мероприятия вручили благодарственные письма тем, кто содействовал и принимал активное участие в строительстве медресе. Производство баковой инвентаря для контейнерных площадок может быть развернуто на производственных площадях Управления федеральной службы исполнения наказаний по Адагестану. К этой работе будут привлекать осужденных. Специалисты Минприроды республики ознакомились с производством, где можно наладить изготовление контейнеров для мусора. Сейчас, когда в городах и районах республики остро стоит вопрос нехватки контейнеров, реализуется ряд проектов в целях эффективного сбора и утилизации отходов. Всего в этом году запланировано закупить мусорных баков на 23 миллиона рублей. Из 100% практически по программе Министерства сельского хозяйства, из 100% заявок, процентов 70, это все заявки именно вопросов строительства контейнерных площадок. Основной обхват, который сделали, сделало Министерство природных ресурсов, проработав непосредственно с главами муниципальных образований. В следующий год мы планируем также и увеличить. Проблема трудовой занятости осужденных для УСИН остается актуальна, так как сейчас в производстве задействованы только 40% осужденных. Более тысячи человек остаются незанятыми ввиду отсутствия заказов. У нас есть свое профессиональное техническое училище. Девяти специальностей мы обучаем, в том числе профессиям сварщик, профессиям, как у нас в республике, тоже это актуально обувщик и другим также специальностям. Заключенные из правительной колонии номер два изготовили пробный образец контейнера для мусора и предоставили его для проверки качества. Контейнеры, произведенные в колонии, были признаны лучшими по цене и качеству. На сегодняшний день у нас организовано взаимодействие с разными министерствами ведомства. Это Минтруд, Минобор, Министерство экологии. На сегодняшний день Министерство экологии по объемам стоит на первом месте. И планируем загрузить наши производственные мощности в плане трудоустройства. Это, опять же, социальная функция, это ресоциализация осужденных, которые находятся здесь, чтобы они не обрывали свои социальные связи с семьями, с родственниками и так далее, чтобы они чувствовали себя нужными обществу, то есть могли зарабатывать. Помимо этого, планируется строительство рядом со сортировочных комплексов, на которых после завершения строительства будет рассматриваться вопрос дальнейшего трудоустройства осужденных. Алина Багилова, Мураб Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. На Рыке в Манасе прошла проверка продаваемой продукции. Специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений. Только по продаже мясной продукции из 90 торговых точек документы, удостоверяющие безопасность продукции, имели всего 6 предпринимателей. В отношении недобросовестных бизнесменов будут составлены протоколы об административном нарушении. Нам обычно живой скот возят в республике Калмыкия, Ростовскую область, Ставропольского края. Здесь оптовый рынок. Мы смотрим, выявляем нарушения при составлении административных документов. На материалы отправляют в эти республики, в Калмыкию, Ростовскую область. И там на месте их наказывают. Часто встречаемые нарушения – отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Этот документ удостоверяет безопасность продукции и происхождение. Кроме того, представители Ростельхознадзора подробно рассказали предпринимателям о преимуществах информационной системы «Меркурий», которая позволяет упрощенно и абсолютно бесплатно получить необходимые для торговли документы. И таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»